Здравствуйте! Меня зовут Дина Ягудина, я филолог, кандидат философских наук. И мы с вами сегодня поговорим про Миядзаки. «Вся красота этого мира может легко поместиться в голове одного человека». Это слова самого маэстро. И он определенно знал, о чем он говорил, потому что он эту красоту вмещал в себя и в свои фильмы. И, наверное, секрет популярности его фильмов по всему миру именно в том, что они вмещают в себя очень много. Они очень сложны, но сложны не в смысле понимания, а в смысле многосоставности, того, что в них много сюжетов, много разных отсылок, образов. Они сложны, как сама жизнь. Но при этом есть некий парадокс. Вроде бы фильмы Миядзаки такие сложные, а сам он говорит так. «Если уж пятилетние дети понимают мои фильмы, то и взрослые как-нибудь поймут». И как же так происходит, что для детей эти фильмы оказываются проще, ближе, но при этом они так притягивают к себе взрослых? Между прочим, сам Миядзаки говорит, что он бы предпочитал, чтобы его фильмы не столько понимали, сколько чувствовали. И это первый парадокс. Как можно одновременно чувствовать и понимать? Я предлагаю вам поговорить сегодня про один из мультфильмов, десятый полнометражный фильм Миядзаки «Рыбка пони на утесе». Поднимите, пожалуйста, кто видел руки, кто видел этот фильм? Замечательно, почти все. Те, кто не видел, будут спойлеры, но я постараюсь говорить так, чтобы вам было и понятно, и интересно. И если вы хотите почувствовать его по совету маэстро, я, конечно, рекомендую вам посмотреть или пересмотреть его. А здесь мы будем говорить об этом фильме «Философский», мы будем его понимать. Второй парадокс, который вынесен в названии лекции, это парадокс реализма и романтизма. Лекция называется «Романтический реализм Хаяо Миядзаки». Давайте по порядку разберемся. Реализм. Вообще, если загуглить аниме «реализм», то мы обнаружим, что часто слово «реальное», «реалистичное» употребляется, конечно, не в научном смысле, не как искусствоведческое понятие определенного направления в искусстве, в литературе, но как, например, очень похожее, очень точное изображение реальности. Например, фотореализм. Вот здесь на картинке видно, молодой человек рисует картину карандашом. Это как будто фотография. Она будет выглядеть почти неотличимо. В общем-то, это не об этом, конечно. Ни фотореализм, ни гиперреализм с аниме не может быть связан. Аниме и анимационные жанры предлагают нам такую большую свободу. Мы можем нарисовать практически все, что угодно и оживить это. И зачем нам копировать реальность? Для этого есть фотографии, для этого есть кинематограф, который в какой-то степени с этим работает. Второй момент, когда часто гугли «аниме реализм» связан с тем, что у людей представление, что если что-то реалистичное, значит, оно должно показывать нам обыденную жизнь. Ну, вот мы с вами проснулись, позавтракали, пошли на работу, на учебу, вернулись, повстречались с друзьями. Ну, вот как бы есть такое направление, когда искусство рассказывает об обыденной жизни. Ну, это тоже нереализм. Потому что, вообще-то, в реальности часто происходят выдающиеся события, и часто искусство об этом рассказывает. Поэтому не стоит путать эти моменты. Мы будем говорить не об этом. В чем же реализм Миядзаки? Он в достоверности. Что такое достоверность? Это как у Станиславского. Верю или не верю. Когда мы смотрим мультфильмы Миядзаки, мы начинаем верить в то, что происходит. Мы верим в его героев. Мы представляем их как реальных людей или реальных существ. Мы забываем о том, что это просто краски, которые помещены на бумагу и с какой-то скоростью транслируются. И, в общем, забываем об этой технологии. Начинаем чувствовать себя наивными зрителями, как в детстве. Как это происходит? За счет чего это, в общем-то, возможно? Да, Миядзаки — мастер аниме. Аниме — это японское направление анимации. Я думаю, многие из вас знакомы, видели другие фильмы, сериалы аниме. Но, тем не менее, мы понимаем, что мультфильмы Миядзаки очень сильно отличаются от других аниме. И, наверное, именно поэтому они считаются вершиной. Миядзаки называют маэстро, называют гением. И именно поэтому ему дали премию Берлинского кинофестиваля за лучший фильм. Не анимационный фильм, а вообще за фильм. И именно поэтому он получил Оскара. Как это происходит? Давайте сравним картинку из обычного аниме и картинку из Миядзаки. Совершенно очевидно, что маэстро в своих фильмах отказывается от определенных шаблонов. Потому что вообще-то у искусства аниме есть своя традиция. Те, кто мало знаком, сразу вспомнят большие глаза на лице, самую выразительную часть, обычно в полу лица прямо рисуют. И, собственно, все, ну, по крайней мере, большую часть событий внутреннего мира персонажей, то есть там расстройство, злость, любовь, передается через глаза. То есть рот, нос рисуются очень символически. И есть целый язык аниме. Ну, те, кто атаку, кто это часто смотрит, кто увлекается, они знают. Как дорожит блик, какого цвета глаза, какое направление глаз. По всем этим моментам можно сочетать характер и то, что происходит, собственно, внутри у персонажа. Миязаки от этого, в общем-то, отказывается, как вы видите. Он использует другие способы, приемы. И его работа с фильмами очень индивидуальная. То есть для каждого образа, для каждой идеи он подбирает свои инструменты. Он работает абсолютно творчески, отказывается от шаблонов. И именно поэтому его мультфильмы достоверны. Тем не менее, ряд традиций, традиционных моментов аниме он сохраняет. Ну, в частности, есть такая идея, поскольку аниме бывает очень разное для разных людей, рассчитанное для разных аудиторий, то часто главными героями анимационных фильмов японских являются люди той категории, для которых это аниме сделано. Ну, в данном случае это два пятилетних ребенка, в случае рыбки понио. Ну, тем не менее, конечно, это не запрещается смотреть всем остальным. Что еще работает на достоверность у меня в зеке? Это наблюдение за реальным миром. Это пейзаж в начале рыбки понион. Показывается нам там долгий кадр, камера идет по этому пейзажу. И сам маэстро говорит так. Вы смотрите мои мультфильмы и видите небо. И вы не знаете, сколько попыток сделано и сколько краски переведено для того, чтобы вот этот синенький кусочек, собственно, кусочек бумаги с краской воспринимался вами как небо. Миядзаки черпает вдохновение для своих образов в реальном мире. В частности, у него при студии есть небольшой детский сад. И там постоянно находятся несколько детей в рабочее время. И часто, когда ему нужно получить вдохновение, посмотреть на своего будущего зрителя или, может быть, посмотреть для того, чтобы сделать правдоподобный образ, он идет и наблюдает за детьми. Смотрит, как они себя ведут, что им интересно. И это его вдохновляет. Однажды, когда Миядзаки ставил перед своими художниками задачу нарисовать огонь, были сцены с огнем, он выяснил, что многие из его художников не знают, как выглядит реальный огонь. Он отправился с ними, показал им, как горит костер, для того, чтобы они правдоподобно нарисовали то, что происходит. Это, конечно, не похоже на фотореализм, но, тем не менее, когда мы видим горящий огонь, мы понимаем, что это огонь. И, в общем-то, это относится ко всему остальному. Это относится к морю, к движению героев, к тому, как маленькая девочка пони бежит по волнам. Это совершенно такая нереальная сцена, согласитесь, но она сделана с опором на законы физики, на гравитацию, и движения у нее вполне человеческие. И точно так же, когда в мультфильме появляются вдруг подводные существа из Девонского периода, что совершенно невозможно в наше время, мы видим, что они не придуманы миниатзаки, не нарисованы условно. Они действительно, видимо, он изучал, как они выглядят, как они двигаются, и мы понимаем, что они реальны. И в этом его реализм. Что еще? Какой еще момент связан с реализмом? Ну, это вот опять к вопросу о детализации и наблюдении. Это момент, когда Риса, мать мальчика, который подружился с Пони, готовит ему ужин. То есть, очень такая достоверная картинка, мне кажется, можно даже запах почувствовать, вот там идет пар. Все это, в общем-то, требует больших и больших часов работы. И, возможно, у меня Заки это получается именно потому, что он, в отличие от обычных анимационных фильмов, которые часто торопятся, потому что у них есть ограниченное количество времени, нужно выпускать серии, у них сериалы и так далее, коммерческие проекты, наговоры, Миядзаки может потратить на производство одного фильма очень много. Пока он снимал рыбку Пони, у одного из его сотрудников родилась дочка и, в общем-то, к моменту окончания, к моменту получения готового продукта она уже значительно подросла. То есть, не один год на это уходит и студия работает только над одним фильмом. И еще один момент, связанный с реализмом, это амбивалентность героев. Часто в аниме есть хорошие герои, есть злодеи и есть определенные каноны, по которым их отличают. Например, это связано с цветом волос, с цветом глаз, с формой одежды, с поведением. Ну и, конечно, есть разные аниме, я вообще не специалист в этой области, я не могу утверждать досконально, но часто герои в процессе не меняются. То есть, есть у него какая-то негативная роль и он ее так продолжает играть на протяжении всего фильмы, сериалы и так далее. Что касается Миядзаки, кто главный злодей в рыбке Понио? Ну, если уж прям так выбирать, вообще напрашивается Фудзимота. Кто такой Фудзимота? Это отец Понио, собственно, который живет на дне океана, занимается там своими какими-то магическими действиями для того, чтобы океан жил, и который, собственно, не хочет пускать рыбку Понио в человеческий мир, и который сам до этого был человеком. Но мы не можем сказать, что он однозначно злодей. Да, у него есть какие-то свои интересы, связанные с океаном, да, ему не нравится человечество, он готовит какой-то план для того, чтобы море опять стало господствующим, чтобы оно отобрало у человечества первенство, чтобы человечество перестало мешать морю. Но, как мы выясняем, в конце он вполне себе адекватный человек, он был человеком, да, сейчас он какое-то магическое существо маг, и его образ очень неоднозначен. Ну, в общем-то, на этом моменте мы можем перейти к рассмотрению романтизма, потому что Фудзимот это такая фигура, которая, с одной стороны, отчасти реалистична за счет того, что неоднозначно, как все из нас, кто-то из нас в чем-то злой, в чем-то добрый, не бывает таких шаблонных людей. Но в то же время Фудзимота представляет собой такого классического романтического героя. Ну, опять-таки, романтизм — это у нас направление в искусстве, мы говорим с вами не о романтических чувствах, не о том, что принято называть романтикой, мы говорим с вами об определенных сюжетах и об определенных приемах, которые использовались в романтическом искусстве. И один из таких сюжетов — это герой, бунтарь, который противопоставляет себя обычному миру и стремится в какой-то иной мир, мир мечты, мир страстей. Ему не нравится обыденность. В общем-то, можно сказать, что Фудзимота, скорее всего, именно такой герой, раз он был человеком и человеческий мир его не устраивал, он прямо об этом говорит своей дочери, что вообще-то люди, они плохие, они глупые, они делают с этим миром плохие вещи. И он, видимо, отрекается от этого мира и попадает в мир моря, как-то там обосновываясь. Мы не знаем, как это произошло, но мы можем это восстановить. То есть у нас Фудзимота одновременно еще и романтический герой. И вообще идея романтизма, направление романтизма связано с идеей двоемирия. И поэтому, в общем-то, мы можем посмотреть в рыбке-понии, эта идея также воплощается. У нас в рыбке-понии есть два мира. Это мир моря, мир людей, мы уже начали об этом говорить. И вся ситуация, которая разыгрывается в этом фильме, происходит собственно между этими двумя мирами. Второй романтический герой-бунтарь это рыбка-пония. Здесь вот есть три стадии, как раз, когда она еще рыбка, когда она уже начала превращаться и когда она становится девочкой. пони, собственно, истинная дочь своего отца. Она отвергла тот мир, в котором родилась. Он ее не устроил. Это мир моря. С нашей точки зрения, с точки зрения людей, это как раз тот самый невероятный, великолепный, манящий мир, мир магии, мир волшебства, в который хочется попасть, в который хотелось попасть ее отцу. А она наоборот. Она родилась в этом мире, для нее он обычный, ничем не примечательный, не интересный. И ей хочется в другой мир, в мир мечты. И этим миром для нее становится наш человеческий мир. Она встречает там соска, он ей очень нравится, и она хочет попасть, собственно, вот в этот мир. Она сбегает из своего обыденного мира в наш мир, который для нее является чем-то волшебным, чем-то сказочным. Отлично. Так что мы наблюдаем в этом мультфильме такого романтического двоемирия, которое часто очень хорошо видно в кадрах. Вот этот момент, когда пони уже второй раз возвращается к соске, она уже в виде девочки, и происходят некие события, в результате которых море, морской мир, подходит очень близко к миру человеческому. И когда эти два ребенка просыпаются в доме, утром открывают дверь, они обнаруживают, что море пришло к их порогу. И вот на этом моменте очень хорошо виден контраст между двумя мирами. Давайте попробуем вернуться к началу мультика и все-таки попытаться понять, о чем же он, что там вообще происходит. У нас есть два мира, мы уже выяснили. Это мир моря и мир города, мир людей. В каких они находятся отношениях? Они вроде как находятся рядом, то есть город стоит прямо на берегу, каждый день по побережью ездят люди на работу, в частности, мама соска ездит работать в дом престарелых, она там проезжает пролив, на нее брыжут волны, то есть все это очень близко. Плюс отец, собственно, мальчика соской, он работает на, он капитан судна, он работает в открытом море, и, в общем-то, мы его видим только в открытом море, не на берегу, он находится на той части. То есть вроде как эти миры даже как-то взаимодействуют. Соответственно, море влияет на город, город немножко влияет на море. Но вообще-то, если посмотреть внимательно, это взаимодействие больше похоже на эти две семьи в коммунальной квартире. Вот они живут в разных комнатах, они вроде как рядом живут, но они не сообщаются, между ними нет ни дружбы, ни какой-то особо ярко выраженной вражды, между ними даже диалога нормального нет. Есть две сцены очень показательные, которые нам говорят о том, что, в общем-то, между миром моря и миром людей нет диалога, нет коммуникации. Происходит какая-то пустая коммуникация, люди не понимают друг друга. Первый момент – это когда судно отца Соской проходит мимо их дома, и отец говорит, что он не сможет сегодня вернуться в гавань, и он будет на судне, на корабле. А, собственно, мать Соской обижается на него за это. И они переговариваются через фонарь с помощью азбука Морзе, и их диалог нам дает понять, что между ними нет взаимопонимания. Они вроде бы разговаривают, но это пустая коммуникация. Она говорит ему одно, он говорит ей другое, они… Нет контакта, невозможен контакт. И второй момент – это когда первый раз рыбка попадает в руки к мальчику, и отец, ну, то есть Фудзимота, приходит за ней и пытается говорить с рисой. И там тоже такая сцена, когда вроде бы он что-то ей говорит, он, видимо, хочет спросить у нее про рыбку, но не спрашивает. А он ей не нравится, и она вроде бы хочет ему что-то сказать, но тоже не говорит особо. То есть там какой-то диалог очень такой пустой происходит, и мы видим, что они никак не могут договориться. Ну, это, знаете, как вот соседи там, ну, здравствуйте, здравствуйте, вода горячая есть, нет и так далее. То есть пустые разговоры. И вот эти два соседствующих мира, они находятся в некотором балансе. То есть, ну, живут рядом, ничего не происходит. И в мультфильме наступает момент, когда между ними начинается коммуникация. И это происходит благодаря детям, благодаря младшему поколению. А, ну вот, собственно, здесь уже текстовый файл. Как происходит коммуникация? Когда соска находит пони в баночке, она попала в банку, не может выбраться рыбка, он ее вызволяет и, собственно, проводит несколько ритуалов. Ну, может быть, даже это не ритуалы, а случайно, но на самом деле это очень похоже на магические ритуалы, которые, вообще-то, открывают магическую часть мультфильма. До этого все вполне себе обыденно. Во-первых, он дает ей свою кровь. Происходит неприятная ситуация, он разбивает банку, режет палец, и пони получает капельку его крови. Это очень сакральный момент, и в магических ритуалах, ну, наверное, знаете, часто используется такой момент, то есть нужно пожертвовать каплей своей крови. Вторая ситуация. Он дает ей имя. Это тоже, вообще-то, очень магический акт, акт наименования. Причем мы потом выясняем, что у нее даже было какое-то другое имя, Бурнгильда, которое дал ей отец, но он его отвергает. Ей больше нравится имя, которое дает ей этот мальчик, пони. И третий момент. Происходят совместные трапезы. Они везут с мамой рыбку в садик, рыбка сидит в ведерке, и он дает ей свой сэндвич, она ест из него ветчину. Причем там даже не столько трапеза, сколько еще такая жертвенная трапеза, потому что, ну, все мы знаем, что в сэндвиче самое вкусное – это ветчина, и он отдает ей самое вкусное. И после этого становится возможным магия. Что у нас происходит? У нас есть взрослый мир, мир рациональный, который построен на том, что все в мире, собственно, поддается правилам, поддается контролю, поддается технологизации, и взрослые не используют магию, они используют технологию. У них все под контролем. Они знают, как работает автомобиль, какие кнопки надо нажать, какие рычаги повернуть, для того, чтобы реальность была подконтрольна, чтобы она пришла в то состояние, в которое ей нужно. В общем-то, это то, о чем говорил первый лектор. Если использовать такие технологии к живым существам, получается насилие. Взрослые живут в этом мире, они хотят контролировать. А дети, они живут в другом мире, в магическом. И что такое, собственно, магия? Это тоже попытка трансформировать реальность. И для этого тоже есть определенные методы, как те ритуалы, которые проводил Соская. Но чем принципиально магия отличается от технологии? Тем, что технология работает с материалом. Мы работаем с неодушевленным, с машиной, с деревом, с природой, как материалом, с которым можно сделать все что угодно. Магия работает с живым. То есть, когда мы пытаемся воздействовать на мир с помощью магии, мы верим в то, что абсолютно все одушевлено. И в каждом предмете, в каждом явлении есть живая душа и живой субъект. И магия вообще, как явление, как факт, только в тех ситуациях, когда у человека есть особая форма мышления, связанная с анимизмом. Что такое анимизм? Это когда дети, или также это племена, и на ранних этапах развития культуры человечество такое было, когда человек все одушевляет. И видит во всем живое. И Миядзаки показывает нам, как это возможно в своем фильме. В его фильме живое абсолютно все. То есть, океан живой, волны живые, они прорисованы, как рыбки с глазками. В океане есть существа, у которых тоже есть субъектность, которые тоже могут влиять на что-то. Это не просто какой-то материал, это не просто куча воды. И вот именно благодаря этому взгляду, связанному с одушевлением, и благодаря этому магическому ритуалу становится возможен диалог между этими двумя мирами, которые вообще до этого не взаимодействовали и жили как в коммунальной квартире, не разговаривая, перестукиваясь через стенку и что-то себе друг о друге думая. Таким образом, мы видим, что в данном мультфильме в данном мультфильме происходит столкновение взаимодействия двух миров через магическую коммуникацию. И благодаря ей пони попадает в качестве человека в наш мир. Миры обмениваются чем-то. Это похоже на старую историю Ромео и Джульетти, когда есть две семьи, и их младшее поколение делает возможным какое-то общение, взаимодействие между семьями, потому что они начинают общаться друг с другом. Но, тем не менее, в отличие от, может быть, других фильмов Миядзеки, в этом фильме нет однозначной идеи о том, что наш мир взрослый, рациональный, человеческий, мир культуры, он плохой и неправильный. Хотя вообще Миядзеки не очень любит современную технологию, современную культуру. Ему ближе природа и вот этот вот древний японский взгляд на то, что все в мире живое. Он говорит, что, в принципе, эти миры равны. И, в принципе, и то, и магию, технологию, и взрослый рациональный взгляд, и детский наивный взгляд можно синтезировать так, что они будут работать сообща. Есть очень хороший образ в рыбке пони, который нам об этом говорит. Это вот эта лодка. Когда дети остаются одни, пони попадает в виде девочки к соске, и дальше у них еще много приключений. Им нужно отправиться к родителям пони, для того, чтобы она смогла стать девочкой окончательно. И как они это делают? У соска есть лодка. Она там по размерам такая маленькая, игрушечная, и она работает по-настоящему через технологию. Так что, если ты свечку ставишь, она там нагревает воду, и происходит циркуляция, и лодка едет. Япония просто добавляет к этой технологии свою магию. Она делает лодку большой, и свечку тоже большой. И вот это замечательный синтез того, что два мира могут сосуществовать вместе и прекрасно вместе работать. Это такое примирение Миязаки, на мой взгляд, вообще с современной человеческой культурой, что не все в ней так плохо. И что же происходит дальше в этом фильме? Происходит следующее. Происходит дисбаланс. Нарушается обычная гармония между двумя мирами, поскольку пони прорывается в этот мир, общается соска, и начинается Армагеддон, фактически конец света. Бывает, знаете, может быть, кто с детьми общался, дети поиграли, и вокруг Армагеддон сразу все. Нормальная ситуация. Она переворачивает какой-то колодец с магической водой, которую копил ее отец, и, собственно, море выходит из берегов, затапливает город, и луна очень близко приближается к земле, и у этих детей есть какое-то время для того, чтобы оставить понио в качестве человека без магии, чтобы мир не погиб. Они отправляются на свои лодки к родителям понио. Родители понио — это Фудзимоты и еще Гран Мамаре, прекрасный образ, владычица моря, очень красивая, большая, отображающая материнство вообще в своем образе. И о чем же это дальше? Дальше — это об инициации. То есть два этих ребенка проходят некий обряд, некий тоннель, там этот образ буквально есть, как они идут по этому тоннелю, и попадает в совершенно новое качество. В какое? Я подумала и пришла к выводу, что этот фильм вообще можно интерпретировать как рождение сестренки в семье, в которой уже есть мальчик. Вот тот рассказ Миядзеки в интервью о том, что за время работы над фильмом у его сотрудника РодиВайси подросла дочка, меня на это натолкнул. Он говорит, что когда я увидела этого ребенка, она была похожа на рыбу. У нее были еще очень мало человеческие глаза, она ими как-то очень странно смотрела, она была вся закутанная в одеяло. И кто видел младенцев, тот знает, что они вообще-то мало похожи на человека. Это что-то очень странное, что-то очень иное, что-то из древности такое, потому что они еще не погружены в культуру. Они, по сути, такие рыбки, как пони, которые захотели попасть в наш мир, в человеческий мир. Им предстоит большой путь. И пони в ходе этого путешествия в общем-то становится человеком. То есть она из младенца, из практически еще рептилий, она буквально недавно была зародышем, она становится нормальным человеческим ребенком. И поэтому она вынуждена отказаться от магии. И сам Миязеки он говорит, что я считаю, что маленькие дети, они очень близки к нашим корням, и они получают доступ к такой надиндивидуальной памяти, в которой записаны наши традиции. А потом с возрастом из них это выветривается, и они уже живут просто в современности, не помня о прошлом, о прошлых традициях и так далее. И так, значит, для пони это преображение в ребенка. И что же это для соска? Для соска это взросление. Он становится мужчиной. Перед ним становится выбор, и он должен взять на себя ответственность за пони. Он соглашается, и поэтому она становится девочкой. Он поступает как взрослый человек. И там тоже есть один момент важный, когда они плывут в лодке и встречают других людей, и одна женщина, которая сидит в другой лодке, говорит, о, да это же малыш соска. Япония говорит, он не малыш. То есть все, соска повзрослел, он стал взрослым. Он переходит уже в другой мир, в мир рациональности. Он уже не так близок к этому миру, как был раньше. Ну, хорошо это или плохо, но такова жизнь. И, собственно, почему взрослые люди так с удовольствием смотрят этот фильм, если он про приключения пятилетних детей? Есть такой ключевой концепт, связанный с фильмами Миядзаки, он сам про него говорит, тоже не держит в секрете, этот концепт ностальгия. Когда мы видим этот фильм, каждый из нас вспоминает о том, что он был пятилетним ребенком, а до этого он был вот такой рыбкой, как пони, которая, может быть, помнила прежние свои жизни. Я имею в виду здесь никакую эзотерику, я имею в виду в общем-то прежнюю жизнь человечества, потому что дети часто в своем восприятии мира близки как раз примитивным культурам на ранней стадии. Они одушевляют кукол, одушевляют одежду, одушевляют окружающие предметы, так же, как это делали наши предки в этом плане. Мы об этом забываем, но, тем не менее, те пятилетние дети, которые еще могут посмотреть на мир как полный живого, полный живых существ, а не как на какую-то мастерскую, в которой мы можем с помощью технологии построить все, что нам хочется, как взрослые, контролирующие взрослые, мы можем быть доверчивыми детьми, доверяющими детьми. И этот фильм, эти приключения будут в нас такую ностальгию, причем, видимо, не только по детству, по нашему личному прошлому, в антогенезе, но и по прошлому всего человечества в филогенезе, когда не было такого высокотехнологичного мира, мир был очень прост, но он был по-своему прекрасен за счет того восприятия, которое было у этих людей, и поэтому мой вывод будет такой. Ай, сломаюсь. Мой вывод будет такой. Миядзаки — это такой мастер, который нам с помощью своего искусства, искусства анимации, позволяет попасть на какое-то короткое время в другой мир, в мир магии, в мир детства, в мир других связей, другого восприятия и другого мышления. Это, конечно, не буквально, это не значит, что мы открываем дверцу шкафа и попадаем в Нарнию, но мы можем на какое-то время изменить наш угол зрения таким образом, чтобы увидеть, как этот мир видели наши предки и как его видели наши дети. Мы, конечно, не можем целиком пройти через этот туннель обратно в тот мир, но мы можем заглянуть в него как в форточку. И эта форточка — это искусство. И, как мне кажется, анимация — это одно из самых лучших видов искусства для этого. Ну, в том числе потому, что анимация переводится как «одушевление». Она одушевляет эти картинки, и она позволяет нам одушевить окружающий мир и посмотреть на него иначе. АПЛОДИСМЕНТЫ